Здравствуйте! Тема сегодняшней лекции – возбудители вирусных гепатитов. Вирусы гепатитов. Есть вирусы с фекально-оральным механизмом передачи. Это вирус гепатита А, Е и вирус гепатита Ф. Не изучен, но буква ему присвоена. Вирус гепатита В. Вирус гепатита В. Семейство хипаднобирида. Род ортохипаднобирус. Морфология. Тип нуклеиновой кислоты, двунитевая и кольцевая ДНК. РНК – это единственный вирус из гепатитов, который содержит ДНК. Остальные вирусы гепатитов РНКовые. РНК, содержащий тип симметрии спиральный, суперкоптит присутствует. Внутри вируса находится фермент ДНК-полимераза, необходимый для репродукции вируса. Гемолитической и гемоглитинирующей активности нет. В крови больных гепатитом при электронной микроскопии выявляют сферические частицы, реже нитевидные. Эти формы не проявляют инфекционных свойств, и лишь около 7% частиц – двуслойные сферические образования, обнаруженные ДНК, поэтому их называют частицы ДНК, и вот они-то и проявляют инфекционность. Вот эти частицы ДНК, такие двуслойные образования. Вот это сферические нитевидные формы, которые не являются инфекционными. Надо обратить внимание на антигенные свойства. Мы же обсуждали с вами на занятии, да? Да. Да, было дело. Вот это очень важно запомнить. HBS-антиген от слова «софис» поверхностный, HBC-антиген от слова «кор» сердцевины, HBE-антиген, HBX-антиген и ДНК вируса тоже проявляют антигенные свойства. Вот основные антигены. HBS-антиген, он поверхностный, и он при репродукции вируса иногда продуцируется даже в избыточном количестве, и он не соединяется, не входит в состав вирусной частицы, а может циркулировать в крови отдельно. И, как оказалось, на него надо обратить внимание, на этот антиген, он как раз и является протективным антигеном. То есть антитела, которые вырабатываются к этому антигену, они как раз и являются протективными, могут защитить организм человека от целого вируса. HBC-антиген сердцевины, он находится внутри вирусной частицы, никогда в свободном виде в крови не выявляется. HBC-антиген не входит в состав части Дейна, но выявляется в остром периоде заболевания, и обнаружение антител именно к этому антигену всегда указывает на острый период заболевания, на уже начавшийся гепатит B. HBC-антиген появляется в крови только когда уже происходит образование гепатокарцинома, первичного рака печени. Он указывает на злокачественное перерождение клеток. Культивирование. Вообще все вирусы гепатетов с большим трудом культивируются на культуре клеток. И, как оказалось, только человекообразные обезьяны чувствительны к этим вирусам, такие как шимпанзе и гориллы. Поэтому при диагностике любого гепатета вирусологический метод не применяют и биологический метод не применяют. Человекообразные обезьяны нашли свое применение, конечно, в науке при создании вакцин, при тестировании вакцин. Факторы патогенности. Факторы патогенности – это, конечно, онкогенные свойства вируса гепатета B, потому что это заболевание приводит к развитию первичного рака печени, гепатокарцином, намного чаще, чем у людей, которые неинфицированы были вирусом гепатета B. Устойчивость во внешней среде тоже необычная для вируса гепатета B. Чрезвычайно устойчив во внешней среде. Годами сохраняется в цельной крови и ее препаратах. Антигены обнаруживают на постельных, принадлежных медицинских и стоматологических инструментах и глагозагрязненных крови в течение нескольких месяцев при комнатной температуре. Выдерживают кипячение в течение 60 минут. Погибает 2% флорамин через 2 часа. Форма линий только через 7 суток. При автоклавировании при температуре 120 градусов в цельсию 45 минут. И при стерилизации сухим жаром 180 градусов в течение часа. То есть очень устойчивый вирус. Эпидемиология. Источник инфекции – человек. Вирус выделяется с различными биологическими жидкостями. Кровь, желчь, грудное молоко, сперма и другие жидкости. Восприимчивость людей высокая. Инфицирующая доза вируса содержится в 0,000. Получается 0,001 миллилитра крови. Это меньше, чем капли крови. Это гораздо меньше. Это только сотая доля капли крови. Поэтому инфицироваться можно даже какими-то следовыми количествами крови, которые где-то есть. Пути передачи. Вот заболевание передается параэнтеральным путем. Параэнтеральный – значит, миной ЖКТ. Миной желудочно-кишечный тракт. Любыми другими путями вирус проходит при повреждении кожных покровов и слизистых оболочек. То есть есть еще такое понятие кровяной механизм. Кровяно-контактный кровяной механизм. То есть контакт с кровью. Во-первых, контактно-половым путем. Какие пути? Контактно-половым путем. Очень часто передается этот вирус. Далее. Трансплацентарным от матери плоду. В остром периоде до 90% случаев. Контактным при прохождении новороженного через родовые пути. При контакте с инфицированной кровью матери. Ну вот это уже дальше идут как ошибки медицинские. При переливании крови кровезаменителей. Потому что контроль за донорами крови, конечно, очень тщательный. При трансплантации органов, опять же, как ошибка. А вот и вот это то же самое. При использовании медицинских инструментов. После недостаточно эффективной стерилизации. При медицинских манипуляциях. Это имеется в виду инструменты многоразового использования. Металлические, стоматологические, хирургические или какие-то другие. Если стерилизация была недостаточной. А вот это вот при нанесении татуировок, процедурах маникюра, педикюра, бритья острыми бритвами. Вот если эти предметы не стерильные, а недостаточно стерилизованные. Конечно, это вероятность есть. И кроме того, вот такая идея возникла. Что при укусе клопов тоже этот вирус гепатита B может передаваться. Группа повышенного риска. Больные, многократно получающие кровь и ее препараты. Лица, имеющие в анамнете массивные медицинские вмешательства. При трансплантации органов. Многократные паранатеральные манипуляции. Особенно при повторном применении. Но это у наркоманов чаще. Клинические проявления. Вирус гепатита B с кровью попадает в печень и размножается в гепатоцитах. Происходит цитолиз. Иммунокомпетент по клеткам гепатоцитов вирусу освобождается и возникает повторная вирусемия. Генерализация инфекции, заканчивающейся переходом в хроническую форму, либо летальным исходом. Осложнение хронической формы, обусловленное хроническим воспалением и некрозом печени. Основные осложнения – это цирроз. И первичный рак печени – это карцинома. Патогенез. Вот на самом деле, почему гепатит, все эти гепатиты, которые берутся кровяным путем, они наиболее опасны, потому что они протекают в хронической форме. И заканчиваются летальным исходом, и лечение длительное, и не всегда эффективное по сравнению с гепатитами, возбудители которых передаются векально-оральным путем. Это А, Е. А и Е гепатиты переносятся легче, нет хронических форм, и иммунитет развивается пожизненный. А здесь вот так. Причем гепатит В протекает в виде продуктивной и интегративной инфекции. При продуктивной инфекции вирус попадает в кровь параметральным путем, транспортируется в печень, попадает он в гепатоциты. При этом гепатоциты, инфицированные вирусом гепатита В, выносят его антигены на поверхность. И иммунокомпетентные клетки, обнаруживая эти антигены чужеродные, они дают сигнал Nature Killers, T-Killers, и они впрыскивают цитотоксин гепатоциты. Поэтому чаще даже гепатоциты разрушаются в средстве естественного иммунного ответа. Вирус освобождается, возникает повторный вирус, имея хроническое течение, циррус печени и смерть. Это продуктивная инфекция, то есть которая сопровождается репродукцией вируса. Но вирус гепатита В способен еще вызывать интегративную инфекцию. При этом происходит интеграция кольцевой ДНК вируса в хромосомы гепатоцита и образование провируса. И он существует там, не репродуцируясь, и синтез HBS антигена происходит, и формирование хронического носительства. Поэтому и хроническое заболевание очень характерно. Возможно развитие первичного рака печени впоследствии. И вот как индикатор это HBS антиген. Микробиологическая диагностика. Я вам уже сказала, что вирусологический и биологический метод не применяют при диагностике гепатитов. То есть два метода, но он наиболее специфичный и чувствительный. Это серологический метод и молекулярно-генетический метод. Цель серологического метода – это выявление антигенов вируса и антител к нему. С помощью ИФАС, иммуноферментного анализа, с помощью реакции пассивной гемагглютинации. Какие именно антигены выявляют? Конечно, поверхностный антиген, HBS антиген, поскольку он циркулирует даже свободно в крови. И антитела к нему. Дальше антитела к сердцевинному антигену HBC класса М и класса G. Далее выявляют антигены инфекционности, конечно, HBA и антиген, который свидетельствует о репродукции вируса. И антитела к нему. Выявление иммуноглоглиинов М к HBC антигену свидетельствует об остром периоде заболевания. Выявление иммуноглоглиинов класса G к HBC антигену свидетельствует о хроническом заболевании. И они выявляются в течение многих лет даже после перенесенного заболевания. Молекулярно-генетический метод. Применяют для обнаружения специфического участка нуклеиновой кислоты. С помощью полимеразно-цепной реакции или метода гибридизации ДНК определяют ДНК вируса в крови и биоптатах печени. Лечение. Единственный специфический препарат – это ингибитор ДНК полимеразы ламиудин. Ламиудин применяют и интерферон. Интерферон альфа-2b – это белок естественной защиты против вирусной инфекции, который вырабатывают клетки человека в ответ на любое вирусное вторжение. И налажен, конечно, промышленный выпуск интерферона. Сначала это был лейкоцитарный донорский интерферон, а затем методом генной инженерии ген из лейкоцитов человека был принесен в бактериальные клетки. Сейчас есть бактериальная культура, которая вырабатывает эти гликопротеины. Препарат называется реоферон или он называется интерферон альфа-2b рекомбинантный, потому что перенос гена был сделан в виде метода генетической рекомбинации. Ген из клетки человека был перенесен в клетку бактерии. Этот интерферон, конечно, доступен. И интерфероногены, тоже циклоферон, например, потому что ученые сейчас клоняются к такому мнению, что лучше стимулировать выработку собственного интерферона. Это будет более эффективно, и поэтому сейчас выпускают интерфероногены. Неспецифическая профилактика связана с прерыванием путей передачи, что связано с кровью. Предупреждение заражения при переливании крови и проведение лечебно-диагностических паранатуральных манипуляций. Вообще, обычно приветствуется такое, что человек заранее готовит свою собственную кровь для того, чтобы произвести потом аутогемотрансфузию. Тем более, что, конечно, переливает кровь определенной группой крови, но помимо группы крови есть еще масса антигенов других в крови. И лучше, когда человек получает собственную кровь, конечно. Далее, применение одноразовых инструментов при разных манипуляциях, тщательная стерилизация медицинского инструментария, контроль за стерилизацией, жесткий контроль по обнаружению вирусных антигенов у доноров, HBS-антиген. Он еще называется, его впервые обнаружили в Австралии, и вот его называют австралийский антиген. Если когда-то услышать, не удивляйтесь, это вот этот самый HBS-антиген. Внедрение и улучшение централизованной стерилизации. Вот, кроме того, эпидемиологи доказывают, что возможно инфицирование через зубные щетки, если кровоточащие зубы у кого-то, через расчески, даже бритвенные приборы. Ну, это вот эпидемиологи так считают. И дальше предупреждение микротравмы ТУ, профилактика полового пути передачи инфекции. И для врачей разработаны целые инструкции, поскольку не только вирус гепатита В, а также другие вирусы. Вирусы гепатиты С, Д, там, G и ВИЧ, они также могут передаваться через кровь, поэтому разработана целая инструкция предупреждения профессиональных заражений в ЛПУ. И обязательно применение резиновых перчаток при проведении медицинских манипуляций. Специфическая профилактика, вакцинация. Вот, опять же, разработана рекомбинантная ген-анженерная вакцина, содержащая HBS-антиген. А, поскольку этот вирус гепатита В культивировать трудно, опять же, на помощь пришла генная инженерия. Оказалось, я вам говорила, как оказалось, вот этот поверхностный антиген является протективным антигеном. То есть достаточно вакцинировать человека вакцины, содержащей только этот поверхностный антиген, чтобы защитить от целого вируса. И из вируса гепатита В выделен ген, ответственный за продукцию этого поверхностного антигена, и пересажен в культуру дрожжей. И таким образом получают, вот она, вакцина для профилактики гепатита В рекомбинантная, дрожжевая. Тут даже написано в состав. Вот содержит она HBS-антиген, содержит алюминий гидроксид в качестве адюванта, потому что это молекулы, они должны быть на чем-то адсорбированы для того, чтобы задержать разрушение этих молекул в организме человека. И достаточно создать время для иммунной системы, чтобы распознать этот антиген. И, к сожалению, мерциолет в качестве консерванта. Тут содержащий препарат, мы это с вами тоже проходили, что добавляют в качестве консервантов различные вещества. Вот такая вакцина. Вирус гепатита D, он неклассифицирован, его иногда относят к тоговиридо, дельтавирус, потом просто дельтавирус, но в последнее время он как-то считается неклассифицированным. Он содержит РНК, сферической формы, суперкапсид есть у этого вируса. Опять же, культивированный с трудом в организме шимпанзе, что, конечно, в практике не применяется, и антигенные свойства. РНК как антиген сердцевинный, есть антиген вируса гепатита C, D, и кор опять же сердцевинный. А вот в качестве внешней оболочки у него присутствует HBS антиген вируса гепатита B. Три генотипа относятся к одному серотипу. Эпидемиология. Источник инфекции – человек, инфицированный вирусом гепатита B. Считается, что вирус гепатита D не в состоянии репродукцироваться самостоятельно. И для него необходимо присутствие обязательно вируса гепатита B. То есть он репродукцируется только в присутствии этого вируса. Поэтому у него во внешней оболочке содержится антиген вируса гепатита B. И нет пациента с диагнозом гепатит D, как моноинфекция. Нет, такого быть не может. Есть диагноз такой, бывают пациенты с диагнозом просто гепатит B. Такое может быть. Или есть пациенты с диагнозом гепатит B и D. То есть это либо происходит одновременное инфицирование вирусами гепатитов B и D коинфекция. Или сначала он был инфицирован гепатитом B, и потом к нему снова попали эти оба-два вируса. И в том числе он инфицировался уже гепатитом D, как суперинфекция. На фоне уже развивающейся инфекции, вызванной вирусом гепатита B. Также тоже самое пути передачи. Основной пара интеральной, виной ЖКТ, при переливании крови, при использовании медицинских инструментов, гепатогенез. То же самое вирус гепатита D с кровью попадает в печи, размножается в гепатоцитах, происходит цитолиз и вирусомия. Не доказано, обладает ли вирус гепатита D самостоятельно онкогенными свойствами или нет, но в присутствии гепатита B у человека развивается гепатокарцинома. Микробиологическая диагностика. Опять же, два метода. Это молекулярно-генетический метод и серологический метод. С помощью ПЦР выявляют РНК вируса, а серологический метод выявляют антитела к антигенам вируса гепатита D методом ИФА. Лечение, опять же, интерферон альфа-2б белок и больше ничего. Специфическая профилактика. Вакцинация против гепатита B защищает против гепатита D. Вакцинация против гепатита B начинается в возрасте 12 часов жизни, то есть это 0 ни одного дня. И далее несколько раз ревакцинация происходит. Неспецифическая профилактика, она такая же, как и при гепатите B, предупреждение заражения при переливании крови и так далее. Вирус гепатита C, классификация семейства флавивирида, род хипации вирус, морфология тип нуклеиновой кислоты РНК, вирус сферической формы, суперкапсид есть, есть у него шипы на поверхности гликопротеиновые. Культивирование, опять же, с трудом в организме шимпанзе в культуре клеток не проявляет признаков репродукции. Антигенные свойства. РНК и белковый антиген, сердцевинный антиген, вирусы гепатита C. И неструктурные белки различают 14 генотипов вируса гепатита C. Факторы патогенности, опять же, онкогенные свойства, заболевания приводят к развитию первичного рака печени гепатокарцинома. Эпидемиология. Источник инфекции человек встречается чаще в США и в Африке, чаще у мужчин в возрасте более 40 лет и у людей с темным цветом кожи больше больных. Как-то вот так это оказалось. Выделяется также с кровью, с первым влагалищными выделениями и слезной жидкости. Пути передачи основной парантеральной. Опять же, при переливании крови кровезаменителей, при использовании медицинских инструментов после недостаточно эффективной стерилизации. Ну, это ведь мировая статистика. То есть в нашей стране достаточно жесткий контроль за донорами крови, за медицинскими манипуляциями. По мировой статистике, видите, около 60% случаев как раз так и происходит. То есть это ядрогенные инфекции уже, вызванные медицинскими манипуляциями. Опять же, при трансплантации органов и вот это вот, нестерильных шприцев, игл, пирсинг, татуировка. И вот что интересно для вируса гепатита С. Редко контакт на половой путь, 7% все. И редко происходит путь транспациентальный внутриутробно к плоду через плаценту только в 10% случаев, в отличие от вируса гепатита В. Ну, тут еще надо сказать, что инфицирующая доза вируса гепатита С намного больше. Чем инфицирующую дозу вируса гепатита В. И когда обследовали семейные пары, прожившие много лет, если один из этой семейной пары инфицирован вирусом гепатита С, то второй может быть не инфицирован. То есть с такой же вероятностью, как и там популяции другие люди. И вот это тоже редко происходит передача от матери к плоду. Поэтому если беременная женщина инфицирована вирусом гепатита С, показана делать кесарево сечение и извлекать этот плод уже, ну, новорожденного уже хирургическим путем, тогда он останется неинфицированным. А иначе он может инфицироваться при естественных родах при контакте с инфицированной кровью матери. Вот такой вариант есть. То есть это гораздо реже по сравнению с гепатитом В. Группа повышенного риска опять те же самые. Наркоматы, которые используют общие шприцы, не стерилизуя. И патогенез. Вирус гепатита С с кровью попадает в печень, размножается в гепатоцитах, происходит цитолиз с иммунокомпетентными клетками гепатоцитов, вирус освобождается и возникает повторное вирусомие. И иногда это переходит в хроническую форму. В 50% случаев либо заканчивается летальным исходом. Надо сказать, что когда появился серологический метод диагностики и стали выявлять антитела к разным возбудителям, оказалось, что у многих людей есть антитела к вирусу гепатиты С, при этом инфекция протекает бессимптомно даже. И это надо провести очень детальный биохимический анализ крови, чтобы только увидеть какие-то изменения. Осложнение. Цирроз печени, первичное к рационалу печени. Микробиологическая диагностика. Опять же, молекулярно-генетический метод РНК вируса выявляется с помощью ПЦР. И серологический метод определяет сыворотки крови антитела к антигенам вируса в парных сыворотках методом иммуноферментного анализа. Лечение. Вот для лечения опять тот же самый интерферон Альфа-2Б, который универсальный для лечения вирусных инфекций. И применяют еще рибавирин. Правда, вот у нас американский профессор выступал, рассказывал, как они лечат больных в Америке. Он сказал, мы иногда вообще лечения не назначаем, они у нас сами выздоравливают. Иногда вдруг человек умирает от карциномы печени, а вот интерферон Альфа-2Б прибудет еще вызывать депрессию у человека. И это как бы тоже не очень хорошо. Ну вот, неспецифическая профилактика. Та же самая, как и при гепатите В. То есть это все то же самое. Такая же идет, такая же должна быть профилактика. Профилактика полового пути передачи, опять же, использование механических контрацептивных средств, что всегда не помешает. И опять же, предупреждение профессиональных заражений в ЛПО. Вирус гепатита G, вирус гепатита G, он не так хорошо, опять же, изучен. Классифицирован он как семейство флавивириды, род хипоциевирус, тип нуклеинокислоты у него РНК, кубический плюс РНК, кубический тип симметрии, антигенные свойства, 5 сиротипов, антигенные поверхностные антигены обнаружены и сердцевинный антиген. Вот, опять же, предположительно, вирус гепатита G является дефектным вирусом, и для его репродукции необходимо присутствие вируса гепатита С. Гепатит также, этот G, часто протекает как микс инфекция с гепатитом С. Эпидемиология, опять же, такая же источник инфекции, человек больной или носитель, и группа рисков такие же, как при гепатите С, и путь передачи основной парентеральной, половой и транспроцентерной беременной к плоду. Патогенез такой же при гепатите С, репродукция происходит в гепатоцетах и часто встречаются безжелтушные формы. Вероятно, вирус гепатита G обладает лимфотропностью, поражает лимфоциты. Возможно, развитие персистирующей формы инфекции, а сочетание вирусов гепатитов G и С вызывает молниеностные инфекции. Персистирующие достаточно долго этот вирус может находиться в организме. Микробиологическая диагностика такая же, сирологический метод выявления антител, методом иммуноферментного анализа и рекомендантового иммуноблотинга, и молекулярно-генетический метод. Метод РНК-вируса выявляется с помощью полимеральной цепной реакции. Неспецифическая профилактика аналогична профилактике гепатита С. Далее переходим к вирусу гепатита А. Переходим к вирусам, которые передаются, механизм передачи фекально-оральной, то есть как раз энтеральной. Вирусы, которые проходят через ЖКТ. Гепатиты эти протекают легче, нет хронических форм, а вирусы эти не обладают онкогенными свойствами, и заболевание достаточно доброкачественное, то есть приводит к выздоровлению, и иммунитет вырабатывается пожизненный. Классификация этого вируса. Относится он к семейству бикорновириде. В настоящее время по современной классификации он относится к роду хепатовирус, специальный род. Когда по прежней классификации этот вирус относился к роду энтеровирус, то есть он имеет все те же свойства, как и вирусы полимелита, вирусы коксаки, вирусы эпху. Но вот по новой классификации он относится к отдельному роду, которому называется хепатовирус. Тип нуклеиновой кислоты – РНК. Как и все другие пикорновирусы, вирус этот просто организованный, то есть он простой вирус, у него нет суперкоксида, состоит из РНК и белковой оболочки. Культивирование такое. При культивировании в культуре клеток цитоэпатический эффект не выражен, поэтому нет методов индикации этого вируса. Вообще-то говоря, если мы вспомним вирус гепатита В, то для него подобрали культуру клеток, в которой он способен репродуцироваться и проявлять свое действие цитоэпатическое. Это культура клеток гепатокарциномы. Эти, конечно, такие культуры клеток не используют вирусологии, но вот для именно вируса гепатита В, вот как-то попытались его оккультировать на клетках гепатокарциномы, и это удалось, в принципе. Но я повторяю, вирусологический метод при диагностике гепатитов вообще не применяют. Биологически тем более, несмотря на то, что вот чувствительные животные есть, обезьяны, мармазетки и шимпанзе, конечно, в практике этот метод недоступен, и животных используют только в научных целях. Антигетные свойства – тот один стеротип, поэтому характер иммунитета будет, конечно, видоспецифический, и поэтому иммунитет вырабатывается по жизненной стойке, по жизненной иммунитет. И в создании вакцин тоже нет проблем. Эпидемиология. Источник инфекции больной человек как с выраженными симптомами болезни, так и с бессимптомной формой. Пути передачи, которые мы очень долго обсуждаем с вами, механизм фекально-оральный, во-первых. Что это значит? Это значит, что эти микробы, которые передаются в фекально-оральный механизм, выделяют из организма пациенты с фекалиями и какими-то путями попадают в рот здоровому человеку. Вот эти пути. Это, во-первых, водный путь. Имеется в виду, конечно, прежде всего, это питьевая вода, но это может быть речная вода, это может быть вода бассейнов, это может быть даже лед медицинский, даже его и проверяют обычно. Алиментарный путь – это если это пища инфицирована людьми, которые готовили эту еду. Контактно-бытовой – это грязные руки, которые люди не моют после туалета или перед едой. И вот еще, и, конечно, мучи-тараканы, как вы помните, насекомые, которые как механический вектор переносят на своих лапках возбудители этих. Вот смотрите, но есть такой момент. Кратковременная вирусомия при гепатите А наблюдается. Кратковременно вирус гепатита А, вот он попадает, он, конечно, в ЖКТ, проходит он через кишечник, но потом же ему надо попасть как-то в клетки печени гепатоциты, и как он попадает? Через кровь, через кровеносные сосуды, из кишечника он попадает в клетки печени гепатоциты. То есть какое-то время вирус можно обнаружить в крови, и вот при этом редко, но возможен геомотрансфузионный путь, то есть при переливании крови вируса, и половой путь. Редко, но это, как сказать, вероятно. Патогенез размножается в эпителии сначала слизистой оболочки тонкой кишки и региональных лимфатических тканях, а вот затем он попадает в кровь. Вот это вот вирусы мия кратковременная, которая может и привести к тому, что этот вирус передается как-то с кровью. Мишень – это, конечно, гепатоциты. А гепатоциты разрушаются вследствие репродукции вирусов, а также, опять же, разрушение гепатоцитов иммунокомпетентными клетками. Вот есть такие клетки NK, Natural Killers, есть еще Т-киллеры. Основная роль иммунной системы, как вы помните, это поддержание генетического гомеостаза внутри организма. Чувствительность иммунной системы очень высока. Иммунокомпетентные клетки, Т-хелперы, они постоянно изучают клетки человека, и если они находят изменения в антигенах, то моментально Т-хелперы дают сигнал вот этим клеткам, Natural Killers или есть еще Т-киллеры, которые впрыскивают цитотоксин, и клетку это разрушают. И таким образом иммунная система защищает человека от различных новообразований, потому что если клетка изменила антигенные свойства, она, возможно, это опухолевая клетка, она может сначала дать опухолевому росту, доброкачественному, а также и злокачественному. Поэтому, как только распознать чужеродные антигены микробов, это вообще небольшая задача для иммунокомпетентных клеток. Конечно, они тут же узнают чужеродные антигены и тут же уничтожают эту клетку. Начало острое с повышением температуры, тошноты, рвоты, возможно появление желтухи на 5-7 день болезни. Клиническое течение легкое, без осложнений, хроническую форму не переходит, иммунитет, стойкий, пожизненный. Микробиологическая диагностика. Ферологический метод, такой же, как и для других гепатитов, в сыворотке крови определяют антитела класса М к антигенам вируса методами иммуноферментного анализа, радииммунного анализа и иммуноэлектронной микроскопии. То есть антитела определяют сыворотки крови и выявление, это уже как обычно, я думаю, вы запомнили, выявление иммуноглоблинов М к предполагаемому возбудителю указывает на острый период заболевания. А обнаружение иммуноглоблинов G указывает уже на хроническую форму заболевания или на рецидив. Это сейчас как бы важно определять, не просто антитела к предполагаемому возбудителю, а классы. И также разработан такой метод выявления антигенов этого вируса в фекалиях с помощью тех же тестов, поскольку вирус в итоге выделяется с фекалиями. И поэтому предложен метод выявления антигенов этого вируса. Лечение симптоматическое. Специфическая профилактика. Для активной профилактики используют инактивированную культуральную вакцины. Для пассивной профилактики используют специфический иммуноглобулин. Он есть, но вы заметили, что он не для лечения, а для специфической профилактики. Это как мера экстренной профилактики. Вот если какая-то вспышка происходит, микробы, которые передаются в фекально-оральный механизм, они достаточно быстро распространяются. И вот для людей, которые контактировали с пациентом, вот пациенту уже подтвержден диагноз, эпидемиологи обязательно должны найти источник инфекции, найти людей, которые контактировали с этим нулевым пациентом, людей, которые контактировали с людьми, которые контактировали и так далее. То есть это задача эпидемиологов. И вот этим людям, их уже поздно вакцинировать, инактивированной культуральной вакциной, Им назначают уже готовый вот этот специфический иммуноглоболин. Это мера экстренной профилактики. Вроде как препарат-то лечебный, но назначают его здоровым людям, поскольку уже есть вероятность инфицированного. И это в медицине называется экстренная профилактика. Для экстренной профилактики людям, которые были в контакте или уже, вероятно, инфицированы, им назначают те же лечебные препараты, как и для лечения больных, но процедура эта называется профилактика экстренная. Я думаю, вы меня поняли. Профилактика не специфическая. Опять же, это то, что как раз связано с путями передачи возбудителя. Основной путь передачи – это питьевая вода, поэтому снабжение населения качественной питьевой водой, кипячение питьевой воды, санитарно-микробиологический контроль воды, питьевой воды, бассейнов, воды, рек, озер и продуктов питания. И вот тут, конечно, соблюдение правил лечения гигиены. Вот я конкретные меры эти всегда привожу. Я бы очень хотела увидеть конкретные эти мероприятия, а не просто соблюдать какие-то санитарно-гигиенические нормы. Вот я бы хотела вот это все услышать на экзамене. Вирус гепатита Е. Семейство хеопиавиридая, род хеопиавирус. Морфологические свойства. Тип нуклеиновой кислоты плюс РНК. Сферическая форма, просто организованный, то есть простой суперкапсида нет. Антигенные свойства. Пять стеротипов. У человека выделены первые и вторые стеротипы, а вирусы стеротипов 3, 4 и 5 выделены от животных. Это свиньи, олени, корресы, птицы. То есть это зооантропонозная инфекция, надо сказать. То есть источник инфекции вообще-то считается больной от человека, но возможно передача вируса от сельскохозяйственных животных. Те же пути передачи. Фекально-оральный механизм, путеводный, элементарный контактно-бытовой. И тут у вас вероятен контакт с сельскохозяйственными животными. Патогенез размножается в эпителии слизистой оболочки тонкой кишки и регионарных лимфатических тканей. Затем попадает в кровь вирусимия. В мишени опять же гепатоциты, которые могут разрушаться вследствие репродукции вирусов. Заболевание проявляется общим недомоганием. Желтого наблюдают редко. Но вот отмечены случаи, что инфицированный беременных может закончиться фатально. Смертность до 20%. Переход в хроническую форму не происходит. Иммунитет стойкий. Некробиологическая диагностика. Такой же серологический метод. Севертки крови определяют антитела класса М и класса G к антигенам вируса. Иммуноферментным анализом и рекоменантного иммуноблотинга. Молекулярно-генетический метод РНК выявляется с помощью ПЦР. Лечение симптоматическое. Беременным женщинам назначают специфический иммуноглобулин. Профилактика, опять же, не специфическая, которую вы знаете. Снабжение населения качественной пиццовой водой. Контроль воды и соблюдение правил личной гигиены. Есть ли у вас какие-то вопросы по теме лекции? Есть ли у вас какие-то вопросы? Наконец-то запомнили мы фекально-оральный механизм и пути передачи, да? И меры профилактики не специфической. Я надеюсь, что да. Если вопросов у вас нет, благодарю за внимание. Лекция закончена. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.